История Августа, рожденного как Гай Октавий Турин, одна из наиболее значимых в римской истории. Рожден в 63-м году до нашей эры, жизнь и властвование Августа оставили неизгладимый след в Римской Республике, преобразив ее в империю. В молодости Августа знали как Октавиан. Он был великим племянником Юлия Цезаря, известного римского генерала и государственного деятеля. Жизнь Октавиана резко изменилась в 44-м году до нашей эры, когда Цезарь был убит. Октавиан, тогда всего 18 лет, узнал, что он был признан Цезарем, его приемным сыном и наследником. После смерти Цезаря между Октавианом, Марком Антонием и Марком Липидом вспыхнула борьба за власть. Они были известнейшими сторонниками Цезаря. Они образовали второй триумфират в 43-м году до нашей эры для отмщения за ассасинацию Цезаря и упрощения власти над Римом. Вместе они выследили и победили тех, кто ответственен за смерть Цезаря. Однако союз Октавиана и Антония в итоге разрушился, приведя к гражданским войнам. Самым печальным был 31 год до Нарышей эры, битва при Акциуме, в которой Октавиан разгромил Антония и Клеопатру. Этот успех положил конец республике и начало его пути к могуществу. В 27-м году данной же эры Октавиан, теперь Август, стал первым императором Рима. Но он хитро поддерживал образ республиканских традиций, называя себя первым гражданином, а не императором. Эпоха Августа ознаменовала собой римский мир, стабильность и процветание нации. Он провел административные реформы, бюрократию, профессию армии и налоговую систему. Он также начал много строительных проектов по всей империи, в том числе строительство форума Августа и завершение храма Цезаря. Август не только лидер, но и сторонник искусств и религии. Он способствовал возрождению традиционных римских религиозных практик и почитанию божественных императоров, включая Цезаря. Правление Августа, продолжавшееся до смерти в 14-м году, стало ключевым в римской истории. Он создал основы Римской империи, которая стояла веками. Его имя, Август, стало синонимом императорской власти и было принято его наследниками. Наследие Августа включает его роль в преобразовании Римской республики в централизованную автократию, создании стабильной и процветающей империи. Его влияние на Рим и вечное влияние на историю заслужили ему место среди великих в древнем мире. Подготовлена и Хаппи-Бедия.